Это человек, который создает условия. Если ему что-то не нравится, он берет и делает. Если у него возникла какая-то идея, то до момента реализации происходит очень короткий период времени. Он не ждет одобрения, он не ждет согласования. Он просто берет и делает, создает инструменты, которые делают его бизнес, и не только его бизнес, эффективнее. И эти инструменты в последующем влияют на развитие всей компании. Встречайте, генеральный председатель совета директоров партнер компании Александр Лукьянов. Всем привет! С чего начнем? Как вы думаете? С инстаграма. Я знаю, что здесь есть люди, которые еще на меня не подписались. У вас сегодня есть отличная возможность. Сегодня мы поговорим про формирование команды. Как вы считаете, важно ли формирование команды в бизнесе? Поднимите руки, кто считает, что это важно. Но, как известно, далеко не всегда удается сформировать команду. Есть те, кто боится формировать команду. Есть такой страх? Страх ответственности за команду. Страх формирования команды. Если не получится, что с этим делать? И сегодня мы поговорим о том, какими навыками надо обладать для того, чтобы сформировать эффективную, мощную, большую команду. Погнали? В лизинге моя команда составляла 200 сотрудников. Сотрудники, которые были в подчинении на разных уровнях. Это были и сотрудники продаж. Это были административный департамент. Это было и косвенное подчинение, в том числе сотрудников безопасности. В команде UDS на текущий момент у меня порядка 600 партнеров на 1300 партнерских пакетах. То есть это большой организм, который требует определенного взаимодействия, требует большого влияния на себя. И о чем мы сегодня поговорим? Давайте сначала поговорим, о чем отличается специалист в каком-то направлении, в какой-то узкой нише и предприниматель, который формирует команду. Чем отличаются эти люди? Специалист – это человек, который хорошо знает свое дело и делает что-то сам. А предприниматель может не быть специалистом? Поэтому предприниматель, который сформировал большую команду, он может не быть специалистом. Конечно же. Но он знает специалиста для решения любой задачи. Вот в этом принципиальная разница. Я могу знать про продукт UDS базовые вещи, но при этом у меня может быть продано 30 лицензий. Почему? Потому что я под каждого клиента, который ко мне обращается или которого я вовлекаю и хочу ему продать, просто подбираю правильного специалиста, внедренца, который помогает мне сделать продажу. А теперь скажите, что проще? Стать специалистом во всех нишах, в ресторанах, салонах красоты, розничных магазинах, интернет-продажах или просто научиться качественно соединять людей друг с другом. Что проще? Ну, наверное, второе. То есть и поэтому у нас очень много специалистов готовых, которыми любой партнер уже сейчас может пользоваться, может привлекать для закрытия своих сделок и быть предпринимателем. И параллельно получать необходимый опыт и навык, чтобы параллельно, например, становиться специалистом в каких-то отраслях. Если тебе это так хочется, если тебе важно, если ты хочешь быть специалистом. Например, если ко мне придет клиент, у которого косметология или медицинский центр, это стопроцентная гарантия сделки, потому что мы на этом специализируемся. Если это банковская структура, если это большой какой-то бизнес, я точно знаю какие-то вещи, которые помогут мне с этим клиентом закрыть сделку. Но если ко мне придет ресторан, я не буду ничего делать сам. Я привлеку, например, Равили Хосянова или Михаила Грузинского, это внедренцы из проекта «Дежурный внедренец». И они мне помогут с этим делом. Они мне помогут продать мою лицензию. И они мне помогут дальше вести этого клиента. Я не буду это делать сам, потому что я не хочу быть специалистом в этом направлении. И вот здесь как раз и получается разница между специалистом и предпринимателем. Кем мы хотим быть? Специалистами во всем или предпринимателем? Это первый момент. А теперь второй момент. Скажите, сколько нужно времени, чтобы стать специалистом в какой-то сфере? Много времени. Год, например, нужен. Если мы говорим про построение партнерской сети. Представьте, если мы каждого человека будем учить быть специалистом. Это же гигантское количество времени для масштабирования пройдет. Но абсолютно любого человека я могу научить назначать встречу и привлекать на эту встречу дежурного внедренца, например. И это уже предпринимательство. Потому что предприниматель знает, где взять ресурсы для решения своей локальной задачи. Теперь окей. Поговорим о том, для чего строить команду. Скажите, пожалуйста, для чего строить команду? Не слышно. Масштаб. Покорять мир. Покорять мир. Зачем? Зарабатывать деньги. Вот. Вот здесь, мне кажется, ближе. Первое. Для кого деньги имеют значение? Поднимите руки. Мне кажется, для всех это же нормально. Да, давайте откровенно говорить. Деньги имеют значение. Сколько я могу денег заработать один, как специалист? Мы все знаем с вами людей, которые зарабатывают большие деньги. Месси, например. По-моему, 500 миллионов у него контракт на 5 лет с Барселоны, если мне память не изменяет. 550, да. Но это же единицы. А мы говорим про большое количество людей, которым хотелось бы помочь заработать большое количество денег. И вот здесь есть очень хорошая фраза, которую приписывают Джону Рокфеллеру. Все же знают, кто такой Джон Рокфеллер. Я предпочел бы получать доход от 1% усилий 100 человек, чем от 100% собственных усилий. Вот простой ответ на вопрос, почему надо строить команду. Почему надо в бизнес свой вовлекать большое количество других людей. Потому что 100 человек всегда сделают больше, чем 1. Потому что тысячи человек всегда сделают больше, чем 100. 10 тысяч больше, чем 1000. Это же базовые вещи. Поэтому вот это простой ответ на вопрос, почему. Если я хочу реально больших результатов, то мне надо вовлекать в свой бизнес большое количество людей. Теперь про навыки построения команды. Давайте поговорим. Потому что я знаю, что многие ребята работают в направлении построения команды. Но все работают с разными успехами. И вот давайте поговорим. Это мое мнение, это мой личный опыт построения двух больших команд в двух больших бизнесах. Вот какими навыками, по моему мнению, должен обладать лидер для того, чтобы выстроить большие команды. Давайте по порядку. Первое, это умение экологично вовлекать людей. Согласны, что это важно? Я считаю, что это ключевой навык для построения команды. Первое, экологично. Что значит экологично? Это значит не обещать золотых гор. Это значит не обещать, что будет все просто и легко. Это значит говорить как есть. И говорить, что здесь надо работать. Что здесь надо реально вкладывать свое время на старте деньги. И не говорить того, чего нет. Вот это для меня экологично. Второе, вовлекать. Что такое вовлечение? Вовлечение это не прием на работу. Когда ты договариваешься, что за 30 тысяч рублей человек с 9 до 6 будет делать какие-то конкретные вещи. Нет. Вовлечение это показ перспектив для конкретного человека. Как через какой-то конкретный инструмент, в частности UDS, человек может реализовать конкретно свои цели в этой жизни. И вот умение вовлечь человека – это принципиальный момент для построения команды. И первое слово. Умение равно навык. Навык надо формировать. Как можно сформировать навык, если ты каждый день это не делаешь? Если ты каждый день не пробуешь других людей вовлекать в тот бизнес, которым ты занимаешься. Никак. Это как отличный пример у Виталика был про тренажерный зал. Если ты хотя бы три раза в неделю ходишь в тренажерный зал, у тебя по-любому будут результаты. Второе. Навык позитивной дипломатии в любых ситуациях. Вот этот навык, наверное, я его выработал именно в ГИС. У меня этого навыка не было в компании, в которой я работал по найму. Позитивная дипломация в любых ситуациях. Почему именно в таком формате позитивная дипломатия? Потому что в этом бизнесе у нас, опять же, нет формализованных договоренностей с разными людьми. Ты не можешь сказать другому человеку, делай только так и никак иначе. Здесь есть только один вариант – договариваться с другими людьми. А здесь без дипломатии и без выстраивания человеческих, правильных, долгосрочных отношений, построенных на доверии, на совместных целях, на том, чтобы вместе добиваться результата, ну вообще никуда. Это бесполезно, ты никак это не достигнешь. И второе ключевое слово – это позитивная дипломатия. То есть что бы ни происходило, как бы человек, с которым ты действуешь, как бы он себя не вел, всегда ко всем ситуациям относиться позитивно. Если что-то не получается, да ничего страшного. Если человек решил уйти из бизнеса, ничего страшного. Если на текущий момент что-то не так, ничего страшного. Всегда ко всем ситуациям относиться позитивно. Вот это второй навык построения команды. Потому что как только ты в команду вносишь негатив, как только ты начинаешь продвигать какие-то негативные идеи внутри команды, команда рассасывается. Третий навык – разговаривать с командой о том, что для тебя важно. Вот это тоже, мне кажется, очень важная история, когда ты начинаешь доносить в свою команду большие цели, большие идеи и разговаривать с ней о том, что нужно конкретно сделать для достижения этих целей. Не держишь это в себе. Не думаешь, что все люди сами об этом догадаются. А ты прямо говоришь. Вот, например, мне очень нравится, когда… Вот вчерашнее выступление Вячеслава, сегодняшнее выступление Вячеслава. Мне нравится, когда Вячеслав транслирует конкретный посыл. В два с половиной раза увеличит количество партнеров. Там 20 тысяч клиентов. Вот когда ты говоришь, что тебе действительно важно и транслируешь это в команду, это навык, которым также надо обучиться для того, чтобы построить большой коллектив. Четвертый навык – это оптимизировать процессы. Мне кажется, любой руководитель, который управляет большим коллективом, должен думать о том, как улучшаться. Наш продукт – это постоянное улучшение. Мы помогаем предпринимателям оптимизировать процессы. Уйти от Excel, уйти от пластиковых дисконтных карт. В нашем бизнесе необходимо также оптимизировать постоянно процессы. Для меня это проект «Дежурный внедренец». То, о чем я уже сказал. Это оптимизация своего времени. Когда мне не надо становиться специалистом во всех отраслях, я лучше буду привлекать специалистов на разные виды бизнесов ко встречам. Для меня это проект UDS Club, который мы сделали, который помогает быстро запускать новичков, где не надо много времени тратить для поиска информации. Когда я могу зайти, задать вопрос и получить быстрый ответ. Все эти моменты, по моему мнению, это навык оптимизировать процессы. Пятое. Навык учиться на ошибках. Вот это самый сложный навык, мне кажется. Навык учиться на ошибках. Потому что как обычно происходит? Когда ты ошибаешься, у тебя есть такой момент отторжения. Когда ты получил какой-то негативный результат, очень большой риск, что ты начинаешь останавливаться. Ты продолжаешь что-то не делать, потому что тебе нехорошо. У тебя что-то не получилось. И большой риск того, что ты перестаешь это делать. А надо делать дальше. Просто надо это делать с учетом опыта, который ты получил, когда у тебя не получилось. Это тоже навык, который надо в себе вырабатывать. Расскажу на одном простом примере. У нас бизнес, который связан с Чили, с родами в Чили, он завис приблизительно на год. Вы сами понимаете, с чем это связано было. С пандемией. Но мы не останавливались, мы двигались. И как только границы открылись, все стало на свои места. И каким еще я хотел бы поделиться с вами лайфхаком. Хотите? Лайфхак связан с тем, вот конкретный лайфхак, как разговаривать с партнером команды, когда тебе кажется, когда по твоему мнению, тебе кажется, что он делает что-то не так. Он может делать вообще плохие вещи даже. Вот этот лайфхак, я не помню на самом деле, откуда он пришел, на каком обучении я побывал, где я эту информацию получил, не помню. Но это было точно на каком-то обучении. И когда я вот этот принцип себе внедрил в любое общение со своими партнерами, у меня в разы выросли отношения со всеми людьми. Вот обратите внимание, если тебе что-то не нравится в действиях другого человека, и ты хочешь их изменить, высказывай свое отношение к действиям человека, а не к самому человеку. Понимаете разницу? То есть, когда ты говоришь человеку, что ты плохо себя ведешь, ты плохой, ты говоришь свое личное отношение к человеку, что на это нормальный человек скажет? Сам дурак. Правильно? Ну, логично. Даже если он не прав. Но когда ты разговариваешь с человеком и говоришь, смотри, Таня, я тебя очень сильно люблю. Я, ты настоящий профессионал. Но вот эти твои действия, как мне кажется, они не ведут к тому результату, который ты хочешь добиться. А еще это вредит команде. Давай подумаем, как это сделать по-другому. Согласитесь, другая же окраска. Хотя, по сути, ты сказал то же самое. Но сам дурак тебя не скажет на это. Вот этот маленький лайфхак, который я внедрил и который я услышал на одном из обучений, он реально помог мне в построении отношений. В построении отношений в команде. Как вы думаете, что нужно, чтобы развить в себе все эти навыки построения команды? Желание это факт. Просто надо это делать. То есть возвращаем вчерашнюю фотографию с Ждуном. Надо просто это делать. Надо просто строить команду и, набивая шишки, нарабатывая необходимый опыт. Рано или поздно все получится. Все очень просто. А еще рекомендую быть на обучениях, которые регулярно устраивает компания, для того, чтобы получать вот такие лайфхаки, которые могут просто-запросто изменить в разы твой бизнес. Завтра в 11 у нас обучение в офисе. Для вип-партнеров, именно для новичков. Это для тех людей, которым нужно заложить правильные основы для построения нашего бизнеса. Я очень рассчитываю, что вы там будете. Ну и в заключение... Инстаграм. Спасибо большое. До свидания. Александр Лукьянов, ваши аплодисменты, друзья!